Старый Свердловск. Улочка старого Свердловска. Снегопад, ночь, в домиках люди. Это новогоднее настроение, напишем сейчас. В основном фонарь. У меня было две досочки, но у меня их уже нету. Мы разобрали доски, и они смотрели. Галина Анатольевна их прорекламировала, и они просто их улыбаются. Там даже две досочки выложены. Черный соус. Сангельный пастель. Работа будет в таких вот голубоватых, лекарственных местах. Где-то мы будем даже оставлять основные пятна бумаги. И на них будем уже зажжать разные роги. Потому что свет в окнах не одинаковый. Где-то холодный, где-то тёплый. Где-то очень яркий, а где чуть-чуть. Но основной вот этот свет, лампка, и снег падающий. Падающий снег на освещенной лампе, он будет тёплый. А здесь он будет холодный. Я хочу, чтобы вы это засыпали снегом. Как будто они могут. Зелтой краской. Белила. Разбавляем в белую красочку. Густо не накладываю красочку. Густо не накладываю. Густо не накладываю. Белила. Разбавляю в белую красочку. Вот такая же. А пистерка какая-то есть? И начинаю работать. Синтетика плоская. Видишь, что делает? Фонарный свет. Да? Я благодаря вашей энергетике в этом году, в конце, первое место занят среди ветеранов в городе. Это ручей. Так. И половой е. Луна. Вот эти две картины. Ну, вы сегодня первый раз здесь, да? А я сейчас на выставке. Здесь, которая на втором этаже проходит. А что за выставка? А там проводят гармонию, праздники. Играй гармонь, что ли? Я не знаю, как они. Гармония. А, гармония. Да. Ну, давайте, заходите к нам заниматься. Уже пора появляться вам. Ну, я сейчас. Восстанавливайтесь, да. И можно уже начинать. С 10 января мы начинаем. Да. И там за полмесяца у вас будет оплата. Приходите. Да, после 10 мы заниматься начинаем. Каникулы кончатся. Везде вот это. Там, там, ближе я берил. Тут почти берила я не добавляю. Здесь такой вот слабый не сделает. Там надо его. Основной он будет держать. Всю композицию будет держать. Это мы работаем в вашем. Вот я его растираю. Видите? Жиденько, когда за день его растираю. Через этот снег просвечивает снег, просвечивает архитектура. Такушечко я пока расставляю еще. Вот мы с вами призначили с фонаря. Посмотрите, распределение света фонаря идет растяжка тонной. Вот мы с вами сделали вот такое, скажем, первое решение. Сейчас мы с вами сделали окошки, пока не залегаем. Эту палитру мы оставляем. Мы оставляем эту палитру для первого года. Можно пошире кисточек взять. Я возьму пошире плеть. Вот такой вот. Беру голубую краску. И смешиваю ее с белилами. Смешиваю с белилами. Набавляем воды. Вот смотрите, делаю такую белую голубую красочку. Вот, беликую. Сразу на нижнюю. Нежная голубая красочка. Вот эта синяя, она голубая считается. Она с белилами как раз будет голубая. Только ее немножко добавлять и побольше белил. И побольше без воды. Воду всегда успеете добавить. Добавляем водички. Добавляем в вкус, пока мы не работаем. Мы густой красочкой в консервную положим. Густой красочкой в консервную положим. Убираем в галочку. Сиденький. На передней плавке. Лечку очень хорошо. Лечку растирать. Будем разлучать. Сиденький. Раскрываем его. Крыльечко. И оставляем в основном не везде. Синий пока цвет оставляем. Потому что он нам нужен. Он должен быть как тон. Главное. После этого мы будем с вами заглядать. Вот здесь. Окошечки. Давайте я тут еще на крыше. Пишу. А, забыл. У них там юбилея. Видимо, выставка такая какая-то. Это хорошо. Вот так. Так, теперь давайте я еще. Вот так. Ну, я не могу сделать. Сделаем. Мы, как начинающие молодые художники, всегда должны использовать хорошую белую или цветную, или какую-то бумагу, но очень хорошую, как французские пастыли. У меня вот эта тёплая бумага, где мыкинем в лесировке, где-то оставлю, а мысок нет, и определённый тон будет. Когда вы научитесь на колесную бумагу работать, вам легче будет писать. Как вы успеваете? Успеваете. Вот беру, я опять беру, да? Беру, много уходит, так что мы все не понимаем. Беру опять холодную красочку. Пока не добавляем только два тона. Только два тона, только погуще чуть-чуть. Сейчас я посмотрю переднюю плату, наверное. А-а-а-а, переднюю плату. Так, здесь накладываем. Этой же красочкой, вот она только погуще. Жидкая белила с голубой красочкой, она даёт оттенок тёмной бумаге. А вот когда я погуще накладываю, то получается симулят холодного снега. А та бумага будет как в тени, как в тени. Как бы он остался в тени очень хорошо. Мы её сохраняем. Вот это всё запоминайте. Все мои мастер-классы выложили в интернете. Если вы где-то промахнулись, вы заходите и по этапам смотрите, как я проводил работу. И можете дома ещё раз подсказать. И всё это даром, безвозмездно. Что прогрессирует коллег студийцев? Так, давайте вот сейчас здесь ещё для внимания. Видите, вот крышу посыплю. Вот эту дальнюю крышу я не ставлю, я не могу не делать. Вот эту я снял, а тут ещё немножко. Такую. Мы сели засыпем этот столов. И мы снегом засыпем. Снег. Красную краску. И мешаю её с коричневым. Получаю такую вот красно-коричневую красочку. Это у нас будет старый город, кирпич. Видите, вот такую вот. И мы начнем вот с этой накрытия. Я вот начну. Так. Это у нас окошечко будет. Немного оставим. Такое окошечко нет. Ну, так вот я её прорисовываю. Уже красочку я накладываю побольше немножечко. Ну, не так густо. Не будем слышать. Видите, что это работает. Такие краски прорисовывают. Вот у нас вот. Такая вот крыльечка. Дверцы, наверное, напишем. Этот красно-коричневый такой ловник. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Окошечко я там тоже оставлю. Дверцы оставлю. И этой же красочкой вот такой же вот. Я вот Дальний город. Такой же как. Вы видите, как этот домик. Я её прокрашиваю, как эта красочка. Вот что бы просвечивалось синяя бумага, чтобы она немножко просвечивалась. Здесь тоже можно. Здесь тоже можно. Я тут немножечко поярче взял. Ну, пусть. Вот у нас здесь домик. Домик деревенский. Вот мы его немножечко внутри. Обратите внимание, что вот эта красочка, она сейчас вот подсохнет и немножко посветлее. А тут Дальний город, мы его оставим синей бумагой. Мы не будем это Дальний домик. Мы только передние домики немножко подкрасим. А я вот Дальний город. Такой Житника. Житник-то Дальний, как этот домик. Я её прокрашиваю, как эта красочка. Вот что бы просвечивалось синяя бумага, чтобы она немножко просвечивалась. Она вот сейчас вот подсохнет и немножко посветлее. А тут Дальний город, мы его оставим синей бумагой. Мы не будем это Дальний домики затушевывать. Мы только передние домики немножко подкрасим. И его не трогаем. Это всё просто. Ничего сложного. Я заметил, что в мастер-классе нужно вам всё раскладывать по полочкам. Первое, второе, третье. Идёт по этапам. Когда вы этот уровень, так сказать, грамоты постепите, вы уже будете самостоятельно работать. Просто самостоятельно работать. Вот после того, как мы раскрыли вот этой коричневкой красочкой, теперь я беру и начну зажигать подаёчки немножко. Вот давайте я их зажигу. Я беру оранжевую краску. Вот она, оранжевая. Вот оранжевая. Видите, оранжевая. То есть каждый раз я беру новый цвет. Оранжевая краска. И добавляю туда бельё. Бельё добавляю немножко. Вот это бельё. Оранжевая красочка с бельёром. Вот я её вот так распоряжаю. Так, и смотрю, где нам палатяльцы. Вот я её вот так распоряжаю. Так, и смотрю, где нам палатяльцы. Ну давайте вот этот ближайший домик. Вот у неё окошечко вот так вот зажигём. Красное. Красное пока не добавляю. Только оранжевое. Вот оно. Оранжевое сделаю. Так, теперь где ещё? Ну давайте здесь вот это ракушечко тоже. Правда, бельёром, наверное, побольше. Потому что оно светится в этом самом. Может, освечённым. Вот. И самое главное, освечённым. Так. Вот. Мы его там. Значит, у нас получается оранжевое и бельёром. Теперь я добавляю красную. Запомнили, да? Этот эффект только вы знаете. Вот я беру красную и добавляю в это, в оранжевую, бельёром. И немножко вот такой вот я сделаю красноватый. То есть у нас получается каждое окошечко и есть определённый тон и цвет. Они не должны повторяться. Ну и здесь, давайте здесь зажмём. Вот. Значит, это оранжевое, красное и бельёром. Вот мы зажигаем окошечко. Там цвет окна должен быть лимонный, в случае не холодный. Холодный цвет у нас будет один. Этот фонарь вот потом идёт на стяжках. Вот такая вот. Постепенно, постепенно идёт на стяжках. Мы её будем усилить. Не забывайте, сверху мы ещё будем с небом засыпать. Так, ну давайте вот этот окошечко тоже нарядным цветом такое же сделаем. Тут вот дверцу отколываем вот так. Вот, когда дверца. Так, ну и теперь у нас осталось зажгеть окошечко, который я там на данном плане. Я беру тонкую кисточку, потоньше. В эту красочку я добавляю чуть-чуть побольше бельё. Вот эту красную. И везде там не будем зажигать. Ну где-то, может, люди уже спят. Ну, где-то зажигают, а? Где-то спят люди, не зажигают. Давайте я так через одну одень буду. Потом ставим тоненько. Кто-то залег спать. Это будет так вот зажигаем огонь. Вот так. Красно, все. Красно. Там будет окошечко еще. Где-то дальний гол. Потом я беру беливо опять. Добавляю желтый. Вот беливо добавляю желтый. И нарисуем, например, свет в окошке будем писать. Давайте от отсюда начнем. Такой расстяточку делайте, чтобы не было. Немножко так вот. Еще усиливаем. Падающий свет от окошечка. Ну давайте я вот так вот сделаю. А прикольно, кстати, получилось. Такие ритмы, да? Это беливо желтой красочкой. Вот мы их сейчас поправим. Ну и заодно. Давайте лугу мы тогда взрываться. Здесь у меня кругленькое лугу. Вот так. Не большую, девочки. Все большую нарисовали. Поменьше сделайте. Она не главная. Она так вот там где-то. Она не главная. Потому что главная фонарь, чтобы не перебила фонарь. Ну нормально, да. Она там где-то в глубине. Мы ее оставим немножечко. Вот он ее туда далеко. Сейчас она высохнет и пусть там. Это она будет все. Сейчас мы с вами. Пока что. Добавляем сюда вот лампочка. Здесь вот будет. Я говорю, давайте поправим фонарь. Потому что у нас там спрашивали, что это основная работа. А у нас основная работа это фонарь. Это фонарь, который светит. Вот так. Вот он. Видите? Там лампочка такая. Грустонос. Вот это стол. И где фонарь мы берем в черную красочку. И сейчас мы с вами должны засыпать снег. Вот. Готовы к снегу, да? Готовы? Готовы. Я беру белую бумагу. Ну пусть они готовятся. Я беру белую бумагу. Кисть мою чистенько. Беру белила. Вот они густые. Густые белила. Вот они здесь вот. Вот они чистые. Вот наливая. Это кисточка белого. Так. И сейчас мы начнем писать. Значит. С чего мы начнем? Вот как мы с вами начнем? Мы начнем. Мы начинали с фонаря. И вот на фонаре мы и в основном. Теперь я беру желтый. Вот чуть-чуть вот. Буквально чуть-чуть, немного. Чуть-чуть вот этот снег залезет чуть-чуть. Вот видите, я так тонкую кисть беру. Тонкая. Добавляем сюда. Вот лампочка здесь вот будет. Я здесь давайте поправим фонарь. Потому что у нас там спрашивают, что у нас основная работа. Но основная работа это фонарь. Это фонарь, который светит. Вот так вот он. Видите? А лампочка такая. Вот. Вот. Столб. И где фонарь мы берем черную красочку. И сейчас мы с вами должны засыпать снег. Вот. Готовы к снегу, да? Готовы? Готовы. Я беру белую бумагу. Ну пусть они готовятся. Я беру белую бумагу. Кисть мою чистенько. Беру белила. Вот они густые. Густые белила беру. Вот они здесь вот. Чистые налила. Это кисточка. Так. И сейчас мы начнем писать. Значит. С чего мы начнем? Вот как мы с вами начнем? Мы начнем. Мы начнем. Мы начинали с фонаря. И вот на фонаре мы и в основном. Или я беру желтый. Вот чуть-чуть вот. Буквально чуть-чуть. Немного. Чуть-чуть вот этот снег задел чаю. Вот видите я так в тонкую кисть беру. Чуть-чуть вот этот снег задел чаю. Вот видите я так в тонкую кисть беру. Можно второй номер. Можно третий номер. И начнем писать снег. Ну давайте писать. Ага. Так не напишешь его. Вот. Пошел он. Видите. Вот он пошел снег. Он освещенный. Где я его. Густо красочку накладываю. Густо. Вот обратите внимание. Вот густая-густая красочка. На фонаре. Это снег, который освещенный. Ну мы и напишем снег, который в тени. Наша задача написать снег. Ничего сложного нету. Чтобы научиться так работать, художник должен быть наблюдателем. Всегда наблюдайте. Смотрите. Сразу просто. Наблюдение художника это основа всего другого общества. Художник был снят совсем в единстве. Вот мы его начали писать снег. Так вот он. И добавляю туда белью. Вот белью добавляю немного. Вот это белью. Оранжевая красочка с белью. Вот я ее вот так расправляю. Так и смотрю. Где нам в тяже поговорим. Уча художники редко пишут стопаж. Пейзажисты. Иногда это все-таки он должен пейзаж как бы, так сказать, оживить. Создать его динамику. Интерес какой-то. Движение. И художники делают. И в основном пейзаж художника это вот эта вся атмосфера. Тут все находится в город. Настроение особое. А фигурка она дополняет. И она создает вот этот ритм. Движение. Оранжевизма. Настроение какой-то. Вот ближе. Ближе к этому. Сюда я его делаю холоднее. Вот он холодный. Я добавляю синюю красочку. Снежочек пошел как. Сразу эта работа в нас доживет. Благодаря кому ты это написал? Как? Благодаря кому эту тему. Расскажи. Ну да, это вы. Подсказали мне. Я ему говорю, иди к окошку, посмотри как снег валит. Это ваша работа. Я главный дизайнер. Я хотел другое написать. Ну ладно. А что хотел? Я? Да. Парад планет хотел написать. Вообще не хотел писать ничего. Дома посидеть. Парад планет. Вот. Обратите внимание. Снег, который ближе уже, так сказать. К нам. К нам. Да. Вот. К дороге вот этой. Или там тропиночке. Я его делаю вообще холодненький. Вот давайте. Я сейчас холодненькую добавляю красочку. Вот. Ультрамарину. Видите? Холодненький. Видите? То есть мы делаем растяжку. Снег может быть и лимонно-желтый. И голубенький. Да. Можно так. Снег, который ближе уже, так сказать... К нам. К нам. Да. Вот к дороге вот этой. Или там тропиночки... А я его делаю вообще холодненьким. Вот. Я сейчас холодненькую добавляю. Осу ко с 조금 марину. Видите? Холодненький. Парад. То есть снег может быть и лимонно-желтый, и голубенький. Ну, можно и так. Ультрамарин беру. Опять добавляю белила. Ну, уже не такой голубой. Потому что белил должен быть больше. У меня сразу полтюбика ушло белил. Коллеги, ну, смотрите, вот он. Это у нас снег, который будет... Ультрамарин беру. Опять добавляю белила. Ну, уже не такой голубой. Потому что белил должен быть больше. У меня сразу полтюбика ушло белил. Коллеги, ну, смотрите, вот он. Это у нас снег, который будет... ...вокруг. Вот снег. Видите, снег вокруг. Так, и начинаю писать снег. Два круга. Я начинаю писать снег падающий. Так, вот, например, вот этот нитон поправляю заодно. Вот эту рамочку на фонаре снежок нападал немножечко. Вот, и я начинаю писать снег. Вот так, холодной красочкой, так вот. И, конечно, можно было сделать каким-то этим нотом. Он должен все отличаться от теплых. Вот на светлой крыше мы можем даже написать от теплых. Вот на светлой крыше мы можем даже напишем темный снег. Но мы пока не будем. Давайте в верхней части те дома, которые там на дальнем плане, перекроем. Вот, видите, у нас включилась такая вот интересная штука. Вот мы с вами пишем снег. Он холодный. Холодный и теплый. Он должен отличаться. Обратите внимание, каждая снежинка я делаю где-то меньше, где-то чуть больше. Вот так, вот видите. Он пошел сверху вниз. На темном поле очень хорошо его видно. Он перекрывается особое настроение. Вот, и потом на крыше. Ну, здесь можно темнение делать, да? Ну, давайте сразу я сделаю и темною. Вот такую красоту мы сегодня создали. Приходите к нам на уроки по воскресеньям ДК Задорожников Екатеринбург-Челюскинцев-102. И рисуйте вместе с нами, с Александром Мицником. Пробуйте свои силы. Приходите, и у вас все-все-все получится. И должен создать, как мы поставим здесь фигуру. Вот я сейчас сиду и думаю, как. Ну, в принципе, стопаж должен определиться не больше и не меньше. Ну, где-то вот на сколько. Получается, где-то сантиметров. Раз, два, три, четыре сантиметра. Вот, пожалуйста, я рисую шляпку. Да, Марка, тебе дай, дай, дай. У нас вообще-то зима, какой зонтик. Что такое стопаж? Стопаж это живой предмет в композиции, где природа или городской пейзаж. Человек, собака, другой человек, ребенок, машина может быть какая-то, да, легковая. Еще трактор, допустим, или животное. Это корова, да, в поле. Это стопаж в поле, допустим, пейзаж. Вот это называется стопаж. Ворона летящая или сидящая на берегу, это стопаж. А ты будешь на фонаре ворону рисовать? Ну, не спят ночью. А она прилетела. Ну, бывает, бывает. Так, ладно. Теперь я беру черную краску. Черную краску я беру. И переливается с тем домом. Мы его не будем чисто черным рисовать. Я беру просто черную краску. И добавляю немножко коричневый. У тебя просто белый или с чем-то смешано? С голубым и с желтым. Сначала с желтым смешано, а потом с голубым. Это слишком желтым. Девушка про снег спрашивает. Это стопаж. И рисуем стопаж. А это кто, волшебница, да? Волшебница. Ночная фея. Но кто же виноват? Как же собачка откормлена не будет? Ты и толстая не рисует, она закормлена. Да, как ее делать она? Поджарую делай. Как-то неэтично. Люди голодают, а мы собак откармливаем. Так, мы с вами, стопаж, он не должен быть главным. Еще раз благодарю. И это вот даже тот тон, который есть на стопаже, это тот, который здесь. Мы составляем из этой красочки. Он ни в коем случае не должен быть главным и брать на себя много внимания. Он должен раствориться там, как бы, практически. Ну что? Может, его руки не уйдут? Ну что? Ну что? Вот такая большая пальто. Вышло и все. Вот почему мы, стопаж, сделали движение сюда? А вот обратите внимание, движение фонаря, движение руки и движение собачки. Это называется ритм. Вот я вам немножечко показываю грамоту. Это вам мало кто скажет и покажет. Но даже я этого не знала. А вам это не давали? Мне она вообще ничего не давали. Вам давали другое, вы пром графики. Мы все-таки были живописцы. Мы работали. Как бы стали... Эти тени от него делали. Чудо. Ребята, произошло чудо. Стофаш сел в пространстве. Потому что от него есть падающая тень. Падающая тень, потому что здесь вот... А от домов не будет падающих теней? Нет, от домов мы не будем делать. Почему? Потому что сейчас падает снег. И он как бы забивает. Можно много снега сделать. Вот такую красоту мы создали. Давайте приблизимся, посмотрим. Это фонарик. Все. На этом все. Я вам немножко показал, что такое штатар. Вообще, вылет... Очень хороший кадр. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...